Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение Торы. Рожь Ходеш Толф. Сегодня Новый месяц, месяц Адар. Хорошего месяца. Это месяц, когда у нас находится веселый праздник. Это месяц, когда мы будем победителями в суде. В общем, очень хороший месяц. Глава называется Трума. Первое, что сказал Всевышний сделать в нашем храме. Он сказал сделать Ковчег Завета. Что это? Что собой представлял Ковчег Завета? Маше не мог понять, но Всевышний показал ему изображение. И он увидел, как это работает. Ковчег деревянный, покрытый золотом. Делается три ящика. Два ящика золотых. Один ящик деревянный. Дерево называется Шитим. Мы не знаем точно, какое это дерево. Предполагается, что это Кедр Шитим. Есть мнение, что это Акация. Золотой ящик. В него вставляется деревянный ящик. Внутрь деревянного ящика вставляется меньший золотой ящик. И получается, всех сторон он покрыт золотом. И идет венец, корона по всей территории этого ящика. Ковчега. Окрепляет его уже. Было красиво. К этому ящику прикреплены четыре золотых кольца. Это чистое золото. На которых будут его носить. В них вставляются шесты. Тоже они деревянные, покрытые золотом. Отдельно говорится о крышке. Крышка ковчега это что-то невероятное. Всевышний говорит, сделай крышку ковчега из чистого золота. И надо выкувать. Выкувать ее из одного слитка. На крышке находятся круги. Это как дети с крыльями. С одной стороны стоит круг с лицом мальчика. С другой стороны стоит круг с лицом девочки. И они находятся напротив друг друга. Крылья их не соединяются между собой. Когда Всевышний нами доволен, то эти круги как бы целуются. Когда Всевышний нами недоволен, то эти дети отворачивают лица друга от друга. Значит, надо это было выковать. Из цельного слитка. Как это сделать, все сна Маше не знают. Всевышний показывает ему изображение. Маше это делает. Золото у нас всего. Всего у нас золота. 29 кикаров, 730 шекелей. По разному мнению. Ну пусть кикар даже 50 кг. Талант. А в комментариях Раши мы находим в книге, что это всего 43 кг. Но если 50 кг, то около тонны 500 золота. Пусть. Трактация-то опять А пишет, что толщина крышки была 5 см. Наши мудрецы пересчитали, умножили ковчег. Крышка и получается 125 см, грубо говоря, если посчитать длиной и шириной 75 см и толщиной 5 см. То что же это будет? Это уже то на 135 золота уйдет килограмм. Столько золота уйдет. А еще же икру, которые стоят вверху, соединяют крышку от одного конца к другому. То есть это что-то невероятное. Или Всевышний сделал эту крышку тончайшей. То есть то, что мы находим в комментарии Равасадьи Гаона, который пишет, там очень тонкий был слой этого золота. Невероятно, как оно держалось. Но у Всевышнего нет ничего невозможного. Возможно было тончайшее золото. Потому что действительно всего на все изделия храма, всего у нас 29 икаров, 730 шекерей. Это совсем очень маленькое количество. Без чуда тут не обойдется. В ковчеге находятся скрижали, которые Маше получает на горе Синай. Из главы Мишпатим наши мудрецы выводят, что они сделаны из сапфира. Потому что в конце главы Мишпатим написано, что взошел Маше на гору, Маше, Агарон, Надави-Авегу, и старейшины взошли, 70 старейшин. И написано, что видели не Всесильного, а под ногами его нечто подобное кирпичует сапфира, прозрачного, как небесная ввысь. И на избрание ковсунов Израиля не простер он руки своей. И видели они Всесильного, ели и пили. Но раз написано, что прозрачного, как небесная ввысь, кирпичица, сапфира. Мудрецы наши выводят, что скрижали были из сапфира. Если мы возьмем площадь Ковчега и почитаем, какие были их скрижали, то не знаю, около полтонны они весили эти скрижали. Если так грубо посчитать, потому что сапфир очень плотный камень, он нелегкий, тяжелый. и действительно они огромные. Откуда Маше взял такой камень? Написано, что Всевышний Город так, что Маше у себя в шатре нашел сапфировую глыбу. И из нее сделали эти скрижали. Это уже были вторые скрижали. Первый Маше бьет, мы знаем главе Теса, он их разбил о подножии горы, чтобы чтобы нас не подвергать опасности. Потому что мы согрешили, сделали Тельца, это будем читать главе Теса. И Маше, чтобы взять вину на себя, бьет скрижали. Вот нет у нас документов, мы еще не подлежим наказанию. Он для этого разбил, пусть меня накажут, пусть я погибну, но народ спасу. Вот такое было. И он их разбил о подножии горы. Ну в общем, скрижали такие огромные, положите их в этот ящик, попробуй его с места сдвинуть. Мало того, что сам этот ящик тяжелейший золото, жнилевкий металл, попробуй даже его с места сдвинуть. И эта крышка невероятная. То есть здесь без чуда не обошлось. Потому что если все так сделать, как здесь написано, употребить золото, он просто не то, что он тяжелый, он с места не сдвинешь, это тонны. Сколько тонн, это непонятно, сколько он весит. Человек же, это же не комат, что мы можем погрузить в что угодно. А пишется, что он ничего не весил. Он сам носил своих носильщиков. Он витал. Он витал, носильщики на нем держались. Вот так было. Потому что какие четыре носильщика могут его носить. Это невероятно. Вот такой невероятный был ковчег. Это основной предмет храма был. И Всевышний сказал, что я буду пребывать между двух кругов на такой маленькой площади и буду общаться. И с Маше он общался, Всевышний. Маше заходил в Святая 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 Святая. И общался. Кроме Маше это не позволено было никому. Никто не имел права никогда смотреть на ковчег Агарон, когда заходил один раз в году в Йемки-Пур он не смотрел на ковчег вот так вот он заходил, выполнял свою работу и рад, что живой ушел мы об этом будем разбирать еще будем об этом долго говорить у нас будет еще много тем на эту тему это основной предмет храма находится он святая святых храма то есть храм разделен завесой, отделяющей святилище от святых святых на две части в одной находится в ковчег а в передней части стоит минора светильник, стоит стол с клебами предложения и стоит маленький жертвенник для воскурения благовоний завтра попробуем разобрать дальнейшие детали а на сегодня наш урок заканчивается Роббун Данк за поднятие души Берта Бат Исраэль Павел Бен Ефим Сумил Бен Герш Памяти Ури Бен Харитон Мендель Бен Мендель Яков Бен Нахум Владимир Бен Григорий За здоровье Светлана Батлара Шмон Бен Эсхак Борис Бен Мария Анна Бат Римка Полина Перв Бат Соня Сура Лена Бат Лара Жей Бат Ида Анна Бат Елена Ефим Бен Эстер Двой Робот Мирьям Моисей Бен Ева Ира Бат Двойра Йосиф Бен Раиса Инесса Бат Маэль Евгений Бен Берта Евгений Бат Ита Фира Бат Анна Геннадий Бен Елена Ольга Бат Светлана Йосиф Дан Бен Сара Таня Бат Фрида Ида Бат Рива Вадим Бен Натьяна Юлия Бат Белла Яков Йосиф Бен Рахель Шимон Бен Мира Фейга Бат Берта Ася Бат Года Мат Бен Нина Ира Бат Вера Леон Бен Клара Рафаэль Бен Клара Хана Цепора Бат Сара Ида Бен Хая Авива Ефим Бен Соня Рафаэль Ариэлей Бен Лаиса Парасай Брют Моша Бен Маня Марина Бат Рая Анна Бат Александра Борис Бен Марина Алексей Бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Парасака Ванам Мазал то Что мы это время не грешили Учили Тору Всем все самое наилучшего Желаю всем крепчайшего здоровья И пусть скоро закончится эта война И надеюсь что наша следующая встреча состоится завтра в пятнадцать часов Рошкоды в штов шалом